Поздно ночью пилюком, шоу с бабеттою, темнота кругом и звука, ни живой души. Накануне 1977 года на экраны вышла музыкальная комедия «Небесные ласточки». Успех был невероятный, в немалой степени благодаря звездному составу. Александру Ширвинту, Андрею Миронову, Людмиле Гурченко. И в качестве сюрприза для зрителей руководство Ленфильма задумало участие в картине находившегося в «Зените славы» в те годы певца Сергея Захарова. С детства проявлять прекрасный вкус, время проводить в объятиях. Отсутствие киноопыта у Захарова руководство студии не смущало. Главное, певец популярный и типаж подходящий. Да, ну это твоя вечная история до сих пор не изжившаяся типажного подбора. Ждем не дождемся. Проходите. Сергей Захаров был одержим своей внешностью. Поддерживал тело в спортивной форме, слыл писаным красавцем и любимцем женщин. Это одна из его последних телесъемок, где 68-летний Захаров демонстрирует свой мини-спортзал. В здоровом теле здоровый дух. Замечательный в спортивной форме. Он всегда занимался спортом, штангой и так далее. Сколько я помню его, 45-летней давности. Режиссер Квинихидзе прочил на эту роль Михаила Боярского, но был вынужден согласиться с начальством. Вот там наверху скажут, это должен быть, это должен быть, это должен быть, этот и этот. Вот эти и будут. Захаров принял приглашение сняться в кино с энтузиазмом. Это тешило его обостренное самолюбие. А он был человек непростой, он был человек очень надменный. Он очень, так сказать, гордился тем, что он такой красавец. И какое количество поклонниц за ним бегали по всей стране вообще и все. И, конечно, он вознесся. И он так на всех смолел так немножко сверху вниз. В своих драматических способностях Захаров ничуть не сомневался. Я же работал тогда в Ленинградском государственном мизихоле. Участвовал в спектаклях, главные роли исполнял. Но с первых же съемочных дней стало ясно, что с артистом мюзик-холла, даже таким талантливым и популярным, на съемочной площадке придется помучиться. Он замечательный певец. Именно голосом он работает. Но то, что вот вокруг, это было печально. Это вопрос просто необученности. То есть он играет героя. Он герой. Понимаете, герой это значит щеки дуют, глаза пучи. Герой, он как бы герой внутри должен быть. Опытные знаменитые актеры помогали ему как могли. Но Захарову съемки давались с трудом. Он не чувствовал камеру, не понимал задачи режиссера, не держал крупный план. У него все это отсутствовало совершенно напрочь. Он совершенно в этом плане, по своим компонентам физиологическим, он совершенно не актер. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, режиссер Квини Хидзе пригласил для переозвучивания Захарова одного из лучших актеров Ленинграда Олега Басилашвили. С сожалению, я должен это подтвердить. Пойди разбери, как играет человек, если его дублируют. Хочешь сказать, а зачем вы тогда взяли этого актера? Я не могу вам всего сказать, к тому же это не нужно, ведь вы тоже... На это Захаров не обиделся. Можем, ведь так, правда? Во-первых, работа есть работа. Но когда после премьеры он понял, как бледно и беспомощно выглядит на фоне профессионалов кино, это дало толчок его длительной депрессии и злоупотреблению алкоголем. Но он не брезгал алкоголем. Немножко перебарщивал. Если коллеги по эстрадному цеху просто отмалчивались и никто не поздравил Захарова с дебютом в кино, то драматические актеры и кинорежиссеры не стеснялись в выражениях. Лучшего не играл, конечно. Вот я не могу сказать, что он сыграл эту роль так, как хотелось бы мне. Но там, конечно, вокал у него есть, и это бесспорно. Но вот что касается драматического мастерства, рядом с Мироновым и с Ширфбен, ему делать нечего там. Но можно было бы поставить другого красавца, и было бы совсем не хуже. Эхо этого фиаско отзывалось в Захарове всю жизнь. И несмотря на то, что предложения от режиссеров продолжали поступать, в кино он больше так и не снялся, понимая, что переоценил свои возможности. Им кажется, они же звезды, они падают к нам с неба, и они думают, что им все подвластно, и все можно. А вот оказывается человек в кадре, и вся звездность улетучивается. В 1989 году на экраны вышел фильм, в котором был странный эпизод. По лестничному пролету старинного особняка в образе Франта 19 века поднимался Валерий Леонтьев. Ни до этого момента, ни после Леонтьев в картине не появлялся. Зато прокатчики на афишу вместе с актрисой Верой Сотниковой, которая играла главную роль, поместили именно Леонтьева. Да, ради приманки зрителя, конечно, потому что вообще тогда было модно приглашать эстрадных звезд. Между нами память и туман, ты как во сне, ты как во сне. Наверное, только этот план поможет мне, поможет мне. В конце 80-х никто из мужчин на эстраде не мог сравниться с Леонтьевым по популярности. Я помню Леонтьева, когда залы ломали, двери выламывали, чтобы послушать. К тому времени он уже дважды появлялся в большом кино. В 1981 году в роли модельера. Это моя постоянная клиентка. Я же партнер. И в 1985 году в роли самого себя. А может, я у вас там спектакль поставлю? Камрин. Сам сыграю. Какой Валерий Леонтьев драматический актер? А зачем это? Почему он отбивает хлеб у драматических актеров? У них и так он дешевый очень. Мало кто знает, что Леонтьев мечтал именно об актерской карьере и после школы пытался поступить в театральный институт. Став знаменитым певцом, он не оставлял надежды сыграть драматическую роль в кино. Хотелось сделать какую-то большую работу, хотелось как-то раскрыться интересным. В середине 80-х у Леонтьева был шанс впервые в советском кино сыграть роль Иисуса Христа. Это пробы Леонтьева на ту роль. Их сохранил Николай Мащенко, режиссер картины, которая так и осталась только в планах. Впрочем, даже если бы ей суждено было состояться, Леонтьев от роли отказался, решив, что работа эстрадного артиста несовместима с ролью Христа. Ну, представьте себе, человек, играющий Христа, будет танцевать с огромным гульфиком в волосинах. А что это такое? Просто вот это уже я понимаю. Это ответ. Но звездный час Леонтьева в кино все-таки настал. В 1991 году он сыграл главную роль в научно-фантастическом фильме «Экстрасенс». После премьера даже самые придирчивые критики остались приятно удивлены игрой Леонтьева. Я в восторге просто. Он такой и должен быть. Странный разговаривающий, какой-то такой состранной энергетикой такой. Вот. Но он же такой дьявол как бы. Несмотря на восторженную оценку его игры, Леонтьев решил для себя, что серьезная работа в кино не для него. Все-таки мое дело – это сцена. Самое главное, основное, что, как мне кажется, я умею. Такое понимание пришло к певцу с опытом. А в молодости звездам эстрады на волне успеха кажется, что им подвластно все. А уж кино и подавно. В начале 70-х на советской эстраде появилась певица, которой все прочили большое будущее. Она была молоденькая на тот момент. Ей было, наверное, лет 20 максимум. И она была очень красивой. В 1976 году Ирина Понаровская с песней композитора Александра Жорбина стала победительницей конкурса певцов в Сопоте и вернулась на родину в статусе звезды. Такое событие, колоссальный успех, потому что гран-при и наша песня «Зови меня, любовь, зови на край земли». И она это спела потрясающе. И, конечно, это был ее такой пик, ее слов. Режиссер Герберт Рапопорт увидел портрет певицы на обложке немецкого глянца и предложил Понаровской роль в своем новом детективном фильме. Руководство Ленфильма не возражало. «Звезда в фильме – это всегда очень важная обстоятельность». Для Понаровской это оказалось шансом попробовать себя в новом деле. Но впоследствии она стала одержима кино на долгие годы. «Она для этой роли похудела на 10 килограмм. Это ее любимое занятие было – по жизни все время худеть». Понаровская очень старалась, но на пробах у нее ничего не получалось. Да еще и один за другим известный драматические актеры отказывались от работы в фильме из-за партнерши-дилетантки. Значит, Мишка Казаков сказал, «Ну, она же хуже кошки будет в кадре, что с ней играть? Ну, она же не умеха, ну, это непрофессиональные люди, с ними работать тяжело». Но кроме творческих проблем, были еще и организационные особенности работы с эстрадной артисткой в кино. «Работу на сцене совмещать с кино, но рано ее утром нельзя снимать, значит, днем. Вечером надо раньше отпускать, потому что ей надо ехать на концерт». Фильм вошел в двадцатку кассовых фильмов 1976 года. Ну, а Понаровской везде писали примерно одно и то же. Кроме внешних данных, других достоинств в этой картине у нее не обнаружено. «Никто не знал, что ее дублируют. Ее дублируют». «Несчастный в сущности человек. Всю жизнь что-то ищет, но не то, не там. Опять-таки возникает вопрос, зачем ее брали? Ну, видимо, есть ответ. Опять-таки, вроде как для кассы, для прикола». Сама Понаровская свой провал решительно не заметила, и в ней буквально проснулась страсть к кино. В то время ее гражданским мужем был режиссер Леонид Квенихидзе, снявший «Соломенную шляпку» и «Небесных ласточек». И в следующем своем музыкальном фильме в главной роли он, конечно, задействовал любимую женщину. «Именно Квенихидзе вылепил из нее актрису». За работу в фильме «Орех крокоток» Понаровскую похвалили, хотя у самого мюзикла успеха не было. Все ждали, что и в следующей картине Квенихидзе «31 июня» увидит Понаровскую. Однако режиссер и певица расстались, и 31 июня не стал ее звездным часом. Но Понаровская не сдавалась. Она еще шесть раз снялась в большом кино, однако ни одна из этих ролей не стала событием. «О, шоу! Я видала одно шоу на Бродвее. Там такие мальчики!» Последнюю роль в кино Понаровская сыграла в 1992 году. Устав доказывать свою состоятельность как актриса, она махнула на кино рукой и не слышать, не говорить о кинематографе больше не желала. Хотя некоторые считают, что зря. Конечно, она бы и сейчас могла бы играть роли злых волшебниц, бастин, гингем, красивых ведьм, потому что отрицательное баяние – это, я говорю, нечастое явление, особенно для женщины. Так сложилось, что ленинградские певицы снимались в кино чаще московских. В 1970 году на экраны СССР вышел шпионский детектив «Судьба резидента», в котором певица Эдита Пьеха не пела ни одной песни, а играла резидента иностранной разведки Жозефину Клэр. Как теперь не веселиться, не грустить от разных бед, в нашем доме поселился замечательный сосед. Мы соседи... Несмотря на полное отсутствие опыта в кино, Пьеха согласилась, ничуть не опасаясь, что может не справиться. Не испугало ее и наличие в сценарии постельной сцены. Пусть и невинной, ее героиня должна была проснуться рядом с мужчиной, которого соблазнила. Не знаю, кто боялся, я не боялась, а чего мне бояться? Однако, именно из-за этой сцены свой категорический протест выразил муж певицы Александра Броневицкий. Он был одним из первых настоящих продюсеров в СССР. Пьеха не могла принять ни одного решения без его одобрения. Пьеха очень хотела сниматься, но Броневицкий был категоричен. Он сказал, тогда мы разводимся с тобой тоже. Я говорю, хорошо. Но до развода дело не дошло. Режиссер согласился убрать скандальную сцену. Русский язык очень красивый. Но я поняла только Барбара. Выбор Пьехи на роль шпионки-француженки был стопроцентным попаданием. Анна Полька, родившаяся во Франции и на советской эстраде, была единственной легальной иностранкой. Я пела по-русски, но с акцентом, за что мне и доставалось. Что вот я коверкаю русский язык. Народ был вообще уверен, что Эдитов ехает шпионкой. Если иностранный человек здесь работает, что он тут может делать? Как? Не было никогда шпионкой, никогда не работала ни на какую разведку, но то, что я по национальности полька, ну и что разные из национальности. Игру Пьехи отлично приняли зрители и снисходительно профессионалы. У нее естественный акцент, его не надо играть. У нее естественная сексуальность, вот порода, что называется. Это вот нам играть надо, а ей ничего играть не надо было. Она и так хороша. Всегда этот вопрос меня смущает. На волне этого успеха Пьехи предлагают сыграть саму себя в комедии «Неисправимый лбу». На этот раз муж и продюсер Броневицкий не то что за, а даже подталкивает жену согласиться. Ведь ее партнером будет сам Георгий Витцин, любимый комик Броневицкого. Вы Эдита Пьеха угадали. Когда звезда играет в кино саму себя, это называется камео от слова камея. То есть это украшение. И то, каким украшением стало в этом фильме Пьеха, понравилось не всем. Главное, реально Эдита Пьеха, Витцин, какой-то парикмахер, он ее притащил домой. Она прилегла на диван. Нет, понятно, что она ногу сломала. А с другой стороны, а как бы вроде и не очень, потому что у них такой легкий флист начинается. Конечно, народу немножко снесло крышу. Смелее, смелее. В стране, где не было секса, вдруг оказалась такая сексуальная Пьеха. В ленинградской вечерке появился фильетон, в котором, не называя имен, явно намекали, что за деньги певичка с акцентом готова на все. У них были свои права ругать то, что неправильно. Ну, и я попадалась как удобный экземпляр для этого. Ничего не умерла. Хоть проверьте, хоть проверьте. Но самый известный киноскандал с сексуальным подтекстом был связан с другой звездой ленинградской эстрады. В середине 70-х, когда Людмила Сенчина находилась в зените славы, на киностудии имени Горького запускали в производство фильм «Вооружен и очень опасен». В своем кругу кинематографисты по аналогии с итальянскими спагетти-вестернами стали называть такие фильмы водка-вестернами. Первым водка-вестерном считался «Всадник без головы». Второй водка-вестерн был как раз фильм «Вооружен и очень опасен». Появлению Людмилы Сенчиной в этом фильме предшествовал ряд событий. Роли певицы в сценарии не было вовсе. Пять песен специально для фильма, написанных Владимиром Высоцким, должен был исполнять он сам. Но в последнюю минуту Высоцкий от этой работы отказался. Тогда режиссер и сценарист дописали роль певицы. По многому эта певица появилась из-за того, что Высоцкий отказался. Роли предложили сыграть Людмиле Гурченко, но та во время съемок фильма «Мама» сломала ногу и работать не могла. Тогда сам Высоцкий предложил попробовать в этой роли Людмилу Сенчину. И это оказался идеальный выбор. Яркая, она такая южно-русская в жизни. А на сцене она только стебелек изображала. Хоть поверься, хоть поверься, понимаете? Вот такое. А из нее рвался фонтан. И только одно обстоятельство смущало Сенчину. Ей казалось, что для образа обольстительницы она недостаточно сексуальна. Людочка, почти я называю это так, не носила грудь. И для того, чтобы выглядеть немножко сексуальной, она действительно увеличивала эту грудь, поднимая ее снизу корсажиком. Нет золотой долины и все проигрыши прав. Именно этот корсажик сыграл с ней однажды злую шутку. Ее партнер по фильму Леонид Броневой тогда только-только женился и очень переживал из-за постельной сцены с молодой певицей. Броневой только и думал, как он будет выглядеть, ведь в подобных сценах он никогда не снимался. От ужаса он покрылся красными пятнами. Он боялся притронуться к Сенчиной. И от волнения случайно совсем немного сдвинул бретельку-сорочки с плеча партнерши. И на несколько мгновений грудь Людмилы Сенчиной из-за злосчастного корсажика оголилась. Это абсолютно случайный кадр. Абсолютно. Никак не был задуман эротический момент Вайнштоком. Просто рядом этого не было. Эти пары экранных секунд вызвали настоящую бурю не только на киностудии, но и в Госкино и в Министерстве культуры. Режиссер Владимир Вайншток настаивал, чтобы именно этот дубль вошел в окончательный чистовой монтаж картины. По поводу этого были большие волнения. Вайншток бился за эту грудь, как лев. После выхода фильма на экраны эта буря только усилилась. На Ленконцерт стали приходить мешки писем в основном от зрительниц, в которых певицу призывали к ответу. В то время, как мы воспитываем своих детей будущими строителями коммунизма, Сенчина соблазняет наших мужей и сыновей. А мы ей так верили. Совсем другую девушку сыграла в кино популярная ленинградская певица 70-х Таисия Калинченко. Мало кто помнит, что именно она, а не Людмила Сенчина была первой исполнительницей песни «Золушка». Во время одного из таких телеэфиров Таисию Калинченко увидел знаменитый в те годы режиссер Петр Фоменко. Ему так понравилось ее лицо, что он тут же пригласил певицу сняться в роли медсестры в своей новой картине о войне на всю оставшуюся жизнь. Выяснилось для меня, что это очень известный режиссер и что кого бы он не пригласил, все соглашались сразу и немедленно. Совершенно беспомощную в актерском деле девушку привели к Фоменко на пробы. Ничего не спрашивала, не понимала. Просили меня сделать что-то, я сделала. Когда уже мы снимали фильм, я говорю, Петр Новомыч, ну как же, как я на пробах-то показалась-то? Он говорит, пробы были отвратительные, но я решил, что все-таки ты подходишь. В город Лугу, где снималась картина, один за другим приезжали звезды кино, на которых она смотрела, открыв рот. Здравствуйте. О, Господи. Майя Булгакова, мы с ней гуляли по ночной луге. Она мне что-то рассказывала, я узнала, что она водит машину. Такая была простая, такая милая. И когда приехала Маргарита Терехова, у меня не было в этот день съемок, я попросилась у группы, чтобы они меня тоже взяли. Я должна была посмотреть, как она это делает. потрясающая, гениальная актриса. Любимцы публики, звезды кино, хулиганили, как дети. Игравший главную роль Алексея Баженко, подговорил Таисию и другую молодую актрису Татьяну Чернецову тайком поехать в кинотеатр, в котором режиссер Фоменко отсматривал снятый материал. Фоменко строго-настрого запрещал актерам это делать. Но троица заранее пробралась в кинозал и спряталась за креслами. Мы, как назло, до этого съели целый арбуз. Мы говорим, Леша, мы не можем. Я не знаю, что делать, но давайте потихонечку будем ползти к выходу. И вот мы потихонечку поползли, и кто-то что-то задел, грохнуло. Петр Наумович скачал, включил свет и грозным голосом спрашивает, кто здесь? Почему он нас выгнал, выругал? Фильм стал главным в кинокарьере Петра Фоменко, но роль, отведенная в нем певицы Таисия Калинченко, не оказалась яркой и запоминающейся. Нет, драматического мастерства у него маловато. Поете бы замечательно, но играть лучше слушать, чем смотреть. Несмотря на плачевный опыт коллег, отсутствие специальных знаний и представлений о съемочном процессе, эстрадные звезды, как мотыльки на огонь, летели по первому зову в кино. Не потому, что нас кто-то заставляет это делать. Мы сами хотим, мы развиваемся и пробуем себя в разных стезях. Лариса Долина впервые появилась в кино в образе иностранной певицы в исторической драме «Бархатный сезон» в 1978 году. Тогда о ней мало кто знал. На телевидение ее не приглашали, а джаз, в котором специализировалась певица, в СССР интересовал узкий круг меломанов. Когда вышло постановление о том, что артисты без московской прописки не имеют права работать в столице, Долина была вынуждена уехать в Ленинград, но искала пути вернуться в Москву. И вот в 1983 году с киностудии Мосфильм ей пришел сценарий музыкальной картины, в которой ее пригласили сняться. Классный сценарий, прекрасные диалоги, актеры потрясающие. Картина Карена Шахназарова «Мы из джаза» была для Долины не только интересным опытом, но и возможностью оформить официальный рабочий статус в Москве. Поэтому, чтобы получить эту роль, ей пришлось пойти на серьезный риск. Я была на шестом месяце беременности. Я ждала появления своей дочери на свет. Вот это было очень тяжело. Костюмер нарядами и оператор ракурсами старались скрыть беременность Долиной в кадре. Когда после съемок она обессилевшая возвращалась в больничную палату, врачи за голову хватались. Но ей нужна была эта работа, и она просила Шахназарова чтобы ее закончить. Если бы он не приезжал, меня бы не отпускали оттуда врачи. Он приезжал, под расписку меня забирал и также привозил обратно после съемок. Еще поддать? О, ну, достаточно. После выхода на экраны «Мы из джаза» Долина официально вернулась в столицу. И это был не единственный бонус, который она получила от этой работы. Меня узнали миллионы, потому что этот фильм стал культовой картиной, хотя у меня там очень маленькая эпизодическая роль. Меня очень много людей узнало. Хорошо, идите в зал, я сейчас приду, послушаю, какой вы музыкант. Стать частью культовой картины было настоящим везением. Особенно для музыкантов, которые не вписывались в рамки официальной культуры и которым было отказано в радио и телеэфирах. В середине 80-х, в начале перестройки, меломаны переписывали и передавали из рук в руки магнитофонные записи группы кино. В это же время режиссер Сергей Соловьев искал статистов для участия в своем новом фильме «Асса». Однажды ассистент пришел к Соловьеву в особенно возбужденном состоянии, задыхаясь от волнения, сообщил, что ему удалось невероятное договориться о встрече с группой кино. Я их никого и только не знал, слыхом не слыхал. Они на следующий день пришли в кабинет и все в черном сели на этом салоне. Я так посмотрел на них как на членов массовки. Сказал, ты годишься, ты не нужен, ты не нужен, ты годишься, ты, нет, ты тоже не нужен. И Цой не нужен. Говорю, я не знаю, не Цой, мой. Я говорю, вот это нужно, оказывается, я Цой тоже попер. Соловьеву объяснили, что если Цой сыграет в его фильме, полные залы кинотеатров будут обеспечены. В том, что это не преувеличение, режиссер понял уже во время съемок финала картины, где группа кино впервые исполняла песню «Перемен». Вместо тепла делень стекла, вместо огня дым из сетки календаря выхвачен день. В Зеленом театре парка имени Горького собрались сотни фанатов. Всем раздали по коробке спичек, но контролировать толпу было сложно. Я понял, что сейчас сожгут парк, сожгут район, сожгут центр, сожгут меня, и остановить-то было невозможно. Тогда к публике обратился Цой, и толпа замолкла и застыла. Давай, Витек, давай, давай, все, мы тебя поняли, Витек, а-а-а-а, давай, давай. Все, он ушел, и как по нотам, мы все сняли в обстановке абсолютной дисциплины, понимания, доверия и, так сказать, удовольствия. Уже на следующий год после Ассы Цой сыграл главную роль в фильме «Игла». В этой картине впервые на большом экране появился и другой культовый музыкант перестроечных лет Петр Мамонов, для которого через много лет кинематограф из увлечения превратится в основное занятие, и он с блеском сыграет несколько главных драматических ролей. Скажи отцу Филарету, что раб Божий Анатолий представился. А для Дмитрия Маликова кино не стало тем опытом, который бы он хотел повторить. Везда моя далекая В начале 90-х Маликов был не только автором и исполнителем нескольких мега-хитов, но и учился в Московской консерватории по классу фортепиано. А режиссер Александр Прошкин в это же время искал исполнителя главной роли начинающего музыканта в свою новую картину «Увидеть Париж и умереть». Вдруг мне привели начинающего эстрадного певца Диму Маликовой. Совпадение то, что это был музыкант, и, как сказать, молодой нарцисс. Внешний его облик такой артистично-шопейнистый. Сохранилось у меня ощущение от него как немножко капризного, но очень симпатичного человека. Забавный тип. Маликов понимал, что в данном случае он больше нужен кино, чем кино ему. Поэтому на некоторые условия категорически не соглашался. Пытались заставить подстричься. Он сказал, что это не мысль, это невозможно, это не будет никогда. Хотя с точки зрения этого времени это недостоверно. Ну, прости меня. Прости своего. И на площадке с прославленными и опытными киноактерами Маликов держался с достоинством, но без лишней самоуверенности. Никому не морочил голову, он не старался произвести впечатление, быть значительнее в наших глазах. Я не помню, чтобы он во время съемки как-то брал на себя внимание, чтобы он с кем-то выяснял отношения. Никогда такого не было. Ну, ты как? Я в порядке. Диалоги давались ему с определенным трудом. Но когда Маликов садился за рояль, ни у кого не оставалось сомнений, что он на своем месте. И актер так сыграть профессионального пианиста вряд ли сможет. Это было с его стороны настолько правдиво, что к нему вопросов не возникало совершенно. Но после премьеры вопросы возникли к режиссеру. Выбор главного героя сочли неоправданным. В прессе, не жалея выражений, писали, что Маликов угробил фильм. Вот это все много дел очень смешно, забавно. Не считаю работу для себя, скажем так, что вот я себя показал как большой актер. Нет. Трезвое отношение к своим способностям залог крепкой нервной системы, говорят опытные актеры. Человек должен оставаться самим собой и знать свою планку, свой уровень. Певица Анна Семенович свою актерскую планку оценивает предельно высоко. Давно ты, Шур, по московским клубам не шарился? Кино это от бога, вы знаете, это просто мое хобби. Я не профессиональная актриса, я никогда не училась, но я так хороша в этой роли. Родитка. Вот мне бог дал этот талант сниматься в кино. Я действительно вхожу в кадр и просто начинаю проживать ту роль, в которую я играю. В группе «Блестящее» Анна Семенович и Жанна Фриске были главными конкурентками. Семенович попала в коллектив, когда Фриске уже была его лидером. И мне хотелось походить на нее, выйти такой же сексуальной, красивой. Когда Жанну Фриске пригласили сыграть большую роль в кино, деятельная Семенович через знакомых продюсеров устроила так, чтобы и ей тоже засветиться в ночном дозоре. Добиться большой роли не вышло, и Семенович лишь мелькнула в эпизоде. Фильмы о дозорах принесли без того популярной Фриске настоящую славу. Ее стали сравнивать с западными звездами, успешно снявшимися в кино. Уитни Хьюстон, Мадонной, Тиной Тернер. Она была абсолютно западной, и вот это в ней цепляло. Ее можно было вполне сравнить с очень взрослой, зрелой Софи Лорен, потому что какой-то такой внутренний секс, очень правильный женственный, не вульгарный, а такой вот очень красивый женственный секс, взрослый, зрелый. Железная дисциплина, к которой Фриске привыкла за годы работы в шоу-бизнесе, приучила ее быть членом команды, поэтому и на съемочной площадке она не включала звезду. Я машину заберу. Зная Жанку, и зная, как она умела разговаривать на площадке, когда что-то не вовремя принесли, когда не начинали долго съемки. Она могла таким тоном спросить, когда начнется, что съемка сразу начиналась. О чем жалеют женщины? О любви. После саги о дозорах произошли события, которые в прессе стали называть мистическими. Смерть жена актера Константина Хабенского, стремительный уход из жизни актеров Валерия Золотухина и Николая Алялина. Но больше всех писали о болезни популярной певицы Жанны Фриске. Газеты пестрели громкими названиями вроде «Проклятие ночного дозора». К обсуждению привлекали всевозможных магов и экстрасенсов. Связывать кино и то, что Жанна потом заболела, мне кажется, это полная ерунда. Это всего лишь роль. И она играла ведьму и что. И все же от параллелей не уйти. Когда Жанне Фриске пришлось бороться с неизлечимой болезнью, она, как и ее героиня ведьма, сумела сделать вид, что не замечает боль и смерть ей не страшна. Она приезжала сюда на стрижку ко мне, полулысая, хромала, но отказалась от помощи. Она шутила над собой. Я говорю, как тебя стричь? Она говорит, какая мне разница, я ничего не вижу. И мы смеялись, и весь салон сквозь слезы, практически все знали, что происходит, все администраторы, мастера, у всех были фактически слезы. Мама не уехала, малыш. Твоя мама умерла. Кто меня обманул? Ну что ты? Он нас просто дома ждал. После ухода Фриске Семенович стала главной киноартисткой среди экс-блестящих. В это трудно поверить, но она снялась в 35 ролях в молодежных комедиях и телесериалах. И несмотря на это, кино она считает довольно занудной работой. Я не могу, еще как могу. Ну для меня скучновато сниматься в кино, потому что я очень такой темпераментный человек, а это такая монотонная работа по сто раз одно и то же. Одно и то же говоришь, ты должен так же сесть, так же почесать нос, так же ты должен удивиться. И вот так 38 дублей с разных сторон он тебя снимает 158 раз. Прямо на пол? Да, прямо на пол! Но у профессиональной фигуристки Семенович характер спортивный, и ныть она не привыкла. Я собираюсь, я все делаю, как в спорте, четко, грамотно, отработанный, оловянный солдатик. Насчет кино у Анны большие планы, и она уверена в будущих успехах. Потому что привыкла оправдывать надежды и тренеров в спорте, и продюсеров в кино. Тренер, он с тобой нацелил на результат просто вот так, а продюсер нацелил на результат, чтобы заработать на тебе деньги. Попасть на большой экран было заветной мечтой многих эстрадников. Но почти всегда этот опыт заканчивался или оглушительным провалом, или горьким разочарованием. Однако ошибки прошлого никого ничему не учили. И каждое поколение эстрадных артистов предпочитало пройти этот путь разочарований самостоятельно.